Девушки отдыхают Девушки отдыхают 5 секунд, продолжаем Резерве время Радиант Тима Пугна Но да ладно, возможно что-то знает Бульбазавр Это Морфик Да Ванга кастинг в исполнении Каспера как обычно работает Хотя вариантов было немного Я из разряда вот этих вот предсказателей Которые угадывают ваши там проблемы семейные У кого они, называя при этом 50 имен за 2-3 минуты Понятное дело, что они что-то угадают Вот и я точно так же Два-три героя назвал Опа, получайте Морфлинга 5 секунд, продолжаем Резерве время Ну и последний пик Что, Разор в миде или Лиликан будет в миде стоять против Инвокера? Я бы, наверное, поставил Разора 10 секунд Резерве время 5 секунд Резерве время И по этому поводу Как раз в контакте Там была цитатка от Дэнди Что, мол, я не понимаю вообще Как такового распределения по ролям Что хороший игрок, он всегда знает Как нужно делать И поэтому посадит его хоть на саппорта Хоть на керри, хоть на оффлейн Хоть на мид Он все равно будет хорошо играть И в большей степени я согласен с этой фразой Потому что такой хороший игрок Действительно топовый Он должен уметь так делать Но Понятно, он, возможно, будет не так Люто Офигенно все делать Как Человек, который играет там 10 лет на керри Но, тем не менее, он команду не подведет Потому что бывали Было много моментов Когда Вроде бы хороший игрок Который там Супер офигенен На своей роли Его сажали там на оффлейн Или на Суппорта И все, и он терялся Он вообще не знал, что делать То есть Ворды Вообще непонятно Куда Ставит Если ставит вообще Там Ганги Какие-то кривые Все, короче, какое-то кривое Между прочим Феррусблат намечается Скайросмак загулял Или же все-таки Синсинги будут тоже потом убивать Синсинги поджали Не может сейчас пролезть этот жирный зеленый арбуз И это Минус Размен 1 в 1 Но ФБ досталось команде Тинкер Который, кстати, подписан почему-то Бум Ну пусть будут Бум Бэйн забрал, кстати, Феррусблат Это значит, что у него, хотел сказать, появляется тапок Но тапок у него вроде как уже был И у него появляется просто 400 голды Ну а что это дальше? Это там урна какая-то или еще что-нибудь в этом духе? Просто сейчас еще один слип будет А, там пеньки Там пеньки, да-да-да Я что-то завтыкал про эти пеньки Слипа не будет Потому что они еще 15 секунд будут бегать и прикроют От стрелы В случае чего Так, сейчас буквально один момент Где тут наш чатик на Старвадере? Все, погнали Все-таки ликантропа поставили в миде против джета на инвокере На топе будет стоять у нас Экскалибур против Нейчерс Профита И, кстати, кстати Хорошо должен стоять Экскалибур Против такого товарища Просто в наглую идешь на него бэкуешь Идешь, бьешь его, бьешь крипов, бьешь всех И в оффлейне у нас, как мы видим, стоит Синг-Синг Но у Синг-Синга тут проблемы вряд ли будут серьезные Цеплять его кроме фиссуры шейкера нечем А это значит, что он все-таки будет успевать уходить Если только вот так вот не подвстрянет где-то в углу Чтобы его сейчас распаковали В общем, Синг-Синг ошибается у нас во второй, кажется, раз уже И погибает Вот примерно то, о чем я и говорил Что... Как только ты сажаешь товарища на другую роль Он сразу не понимает, что надо делать Какие позиции занимают обычно оффлейнеры, да? Как выживать против той или иной связки героев от Синг Уже второй раз оказался за фиссурой Будто он против шейкера никогда не играл Странно, на самом деле Такое наблюдать Потому что Синг вроде как опытный игрок Там... Трюкач В общем... Много разных вещей мы видели в его исполнении Но вот такие ошибки обычные От него наблюдать это... Как-то не знаю Непривычно, как по мне Да, пошли у нас тут Центри Апсы В миде Ликантропа, я так понимаю, решили погнобить Или... или нет Или это просто два спорта решили от них фиг делать Побегать У нас тут Бэйна нашли Ну а тут стоит Вард Находят шейкера Бэйн поднимается Ароу Ну, тут просто перекидывают слип на себя Скайрас Мейдж И на этом атака заканчивается Так вот, Бэйн, Патма Они-то должны сейчас просто нон-стопом из смака выходить Там всяких инвокеров напрягать Возможно, Нейчер из профита Потому что у Фреона на тупе убивать это... Вообще... Отличное занятие Ухм... Ну и опять у нас стрелет Син-Синг Он опять умирает Это, я думаю, не обсуждается Хотя... а, денег у него на телепорт нет Мы видим, Бэйн у нас отключается И сразу же идет пауза У Син-Синга, правда, второй Кракеншелл Поэтому много дэмэджа ему не наносят На 20 он понижает входящий у него урон И еще 25% срезает так То есть четверть Вот 50 у нас не долетает Еще минус Короче, по десяточке его тут бьет Скаймак И... Где-то столько же... Ну, сейчас уже будет нормально бить Ну, как нормально Там по двадцаточке будет бить его Морф То есть не слишком сильно И у Тайда еще будет шанс тут как-то помансить Поуходить Но есть еще Шейкер У которого есть Clarity Potion Который сейчас его выпьет И будет Фиссура через 10 секунд А за 10 секунд у Тайда Аутов нету, кажется, никаких Кроме вот сюда Пойти попробовать Деревьями поотъедаться На вот он пошел Реген Ну и по Данкорсмэш нельзя попадать Безусловно Вот Goddamn Почему ты сделал шаг назад Но уже Санстрайк И будет ли Фиссура Вот сделал шаг назад Шейкер Из-за этого Просто отстал от Тайдхантера Уже слишком сильных Видим, Син-Синг выжил Все-таки это я уже Наверное Переоценил возможности команды Компас Но Если бы Морф Залетел своего Правильно Если бы он попал по Тайдхантеру Это было бы минус 175 И Морф был бы ближе намного То есть тогда бы Тайда Скорее всего забрали У нас тут попадание По Фуриону И У Фуриона Навысасывали дамаги Это минус Фурион Да Я уже думал Сейчас уже успеет улететь Но нет Улететь он не успевает Два Три Неплохо Таким Тинкер Прессуют Но с другой стороны Компас тоже особо не теряются Хорошо играет Шейкер со Скаймагом Нормально, грамотно давят Нападает на Бейна Опять хорошая Фессура И теперь уже Пайкат Стреет Тангусов у него нет Поэтому он должен умирать здесь Вот даже Слип грамотно перекинули С Морфа Для того чтобы он бил А не Скаймаг Который достаточно вяленько дорезает Так что мы видим Хороший-хороший фраг Недооценка соперника Не скажется ли на ребятах Из Тим Компас Из Тим Тинкер Потому что Кажется они реально недооценивают И вообще ни во что не ставят Компасов Тинкеры как-то Расхлябанно пока действуют Ну и давайте посмотрим на крипстаты 20 на 4 в миде Против 17 на 4 Неплохо Стоит и 1 и 2 На Нижней линии мы уже видели что там происходит Там Синг Синг получает пока Икс пулечку 4 с половиной он уровень Тут уже пятый морф Но морф то стоит на Дабло трипл лейне Так что для него то Это весьма удивительно То что он не особо сильно отстает по Экспириенсу И разор Уровень 6 Который не вкачал на 6 уровне Глаз бури Пока что И очередной забег от Патмы Бульба Стоит И сейчас Ору На Давай Бульба Бульба Или ждет когда Бэйн выйдет Но Бэйн то уже теперь никак не выйдет Бульба Давай Пли Бульба Бульба Бэйн сразу же выходит Дает Понятие Умеет играть в доту Но с другой стороны Если он дошел до Полуфинальной части Этого турнира Так же как и Тим Тинкер То я думаю морф должен Уметь кнопки нажимать Горец уже 6 уровня Слушайте ну фура Вообще себя тут неплохо так чувствует И видим что фурен у нас Такой достаточно Грамотный Не умирал Один раз умер Окей Ничего страшного Могло быть и хуже Фейзы у него есть 600 золота есть Вот идет атака на Розора Санстрайк сюда Да просто стойте и бейте его Боже он пока урон высосет Можно уже будет его уничтожить Вот и Экскалибур видимо Подумал что демодж ему Его и так типа хватает Но Экскалибур погибает Отлично Отлично играют компас Ну и вот мы видим это Синерджи Да это взаимодействие Пайкат Ой 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 Ёшеньки Прям на варде Поймали Бэйна Ну Бэйн же он такой тоненький И в него столько всего Напихуняли Еще и в бульбу Тут закидывает Сайлент с Фи Соломека И уходит так же Отпадмы Не хочет с ней сражаться Мне уже нравится компас Я уже буду за них топить А вот то что делают Тим Тинкер Пока для меня не особо понятно То есть они Вроде играют в доту Но при этом Они не считают что Оппонент Тоже умеет играть в доту Вот Выглядит именно так То есть они как-то Расслабленно действуют Можно ходить убивать Фуриона по кд А они типа ну ладно пусть Ходит фармить себе спокойненько Фурион стоит себе в оффлэйне Но с другой стороны Фура тоже Осторожно играется И Вова там не выходит Особо далеко И инвокер тоже Хорошо действует Видимо 47 на 7 У него крипсат топа Крипсат на карте плюс Мидас появляется И уже почти 9 уровень у него И сейчас будут вторые форги Да на 9 уровне Ну вот Делайте что хотите потом Да готовится атака на топ Но на топе уже много людей Тут тоже готовится атака Нападают на Койку Койку кажется убивает сейчас Фисура и правда немножко Не своевременная Залетает стрела сзади Горд сейчас принимает Ей старый шторм Пока первого уровня Слип на Фисула Мека И отступает Шейкер Шейкер правильно тоже сделал Что не стал оставаться Чуть более подготовленными К этому тимфайту Оказались Все таки Тим Тинкер Не оказалось здесь Инвокера Не оказалось здесь Естественно морфлинга Морфлинг у нас стоял На нижней линии На нижней линии Пушил вышку А инвокер просто Отказался лететь Думал что хватит Санстрайка для того Чтобы добрать Ликантропа Но Для кого там Да Койку кажется убивали Но Этого не хватило Этого оказалось недостаточно Я смотрю там кто-то говорит что мол игроки опытные а команда не очень Но вы понимаете что дело даже не в команде Если бы они ходили в пятером убивать кого-то и делали что-то не так это было бы дело в команде А так Конкретно отдельные люди Да там суппорты например Бэйн Патма Вот Патма она нормально Она бегает Она там что-то хочет убить даже У нее 3.02 То есть бульба вообще все четко делает Тут все пять фрагов Которые сделали ребята из Тим Тинкер Они считайте Были сделаны при содействии бульбы Либо прямом либо косвеном Что делают остальные Реально непонятно Как бы Бэйн Ну тоже такое Вот мы видим Бэйна тут убивают или нет Бэйн Ну да ладно Ну же Этот Скаймак Тоже сделал шаг назад Птицы полетели за бульбой Бэйн выживает и улетает домой Вот сколько таких микро ошибочек мы будем еще наблюдать Я даже не знаю То Шейкер сделал пару шагов назад То Бэйн Точнее не Бэйн То Скаймак ошибается Так Той к Скалибру Залетает по даче Арл Уворачивается Да ну и там тоже всплывают фразочки Смотрю У него ММР большой Ему можно Да Я думаю что тут ребята из Компас тоже Могут ММРчиком блеснуть Некоторые уж точно И ММРом корни прогрызть нельзя ММРом Застанеть тоже нельзя ХП ММР не добавляет К сожалению Или к рах или к радости Я даже не знаю Возвращается Фурион на линию У него уже должен быть Мидас Или это будет все таки Майлштром сходу Это будет Мидас видимо да Да Фейзи Мидас Стандартный такой Бывший бульдоговский Фурион Нынешний бульдоговский Фурион Да Майлштром И Даггер Как мы помним Ну вот и инвокер Инвокер со своим девятым уровнем Может даже десятым Подмакшивает дальше Экзорд Хотя как по мне лучше бы Векс Хотя бы единичку вкачал Был бы у него там 4-1-4 Минус бейн На нижней линии Ну вот они Вот они Санстрайки Санстрайки Еще раз санстрайки Конечно еще не было никаких классовых тимфайтов Поэтому я не могу сказать о степени Взаимопонимания там и доверия у команды Team Tinker То что Компас играют вместе Долго я практически на 100% уверен И то что команда образовалась тут не за 20 минут до начала турнира Шейкер у нас убегает Будет фиссурировать Нет пока фиссурировать не хочет Хотя тут на Фуриона могли выехать Но Фурион мы видим тоже очень осторожный Я об этом уже раньше говорил Могу еще раз повторить Фурион очень осторожный Очень осторожный Фурион На Выход на инвокера Инвокер Ваха Отличная реакция Просто скорость кошки реакция Лангуста В исполнении инвокера И Найс Найс Вот такое мне нравится Видно что ребята потеют Ну блин Вот так вот быть просто Пятью ненеймами И потом Поехать в Китай на турнир Там с призывом почти в 300 тысяч Это было действительно очень труп Вот Скаймак защищается От таких агрессивных выпадок в свою сторону Ну и в это время Морф уже подпушил Т2 на ботами Вот посмотрите А мы совсем забыли про морфинга Про то что Есть вот эта машина Для убийства И эту машину Для убийства Потом чем-то придется останавливать А чем ее останавливать Ликантропом Не думаю Бэйн Ну возможно Да он как-то и поможет Но слишком много там Вещей Которые могут Сбивать Этот самый Финсгрип И Сайленс От Скаймага И Колдснеп И Фиссура То есть только Наверное Фурич пока не может Чем-то подобным похвастаться Так Вот Шекер Сейчас просто Фиссура Санстрайк Ну или так Отлично Просто Играют Вы только посмотрите Бэйн Слип И сразу Пайкат понимает Что жизнь ему не мила Эхо Слэм Санстрайк Это минус Пайкат Что творят эти Компасы Они просто бешеные Все Я уже Купил себе Не знаю Шарф С символикой Этого коллектива Уже заказал себе Принт на футболке Мне очень нравится то Что они исполняют И абсолютно не нравится То Что делает сейчас Симсингер Да Нападение Неплохо Орхид Фиссура Фура погибает Нужно бежать сейчас Скаймагу За ним Действительно уже выехала целая бригада Дайвхантер за ним гонится Будет через секунду Врыв с даггера Это конечно минус Скаймаг Попытка забрать хотя бы Падму тоже не уменьшалась успехом И минус 2 От Тинкер В это время Падает вышка по миду И Морф Морф Уходит с воева И просто стоит Пока просто стоит Его тут нечем спалить Или есть чем Лол А как его видеть А вот все Прогрыз дерево И Морфинг погибает Да Ну вот Ну вот Эликонтропа Убьет А кстати 444 хп Санстрайк Тут на 412 Не до последнего левела вкачал В общем Серия таких отдач Она конечно очень неприятная И этого нужно стараться избегать У Морфа Уже практически готова Ленкин сфера У Эликонтропа в свою очередь Готов Готовы некрачи первые Теперь Встает следующий вопрос Как дефить Дефить можно Дефить можно через Шейкера У Шейкера 100 голды до даггера Друзья Шейкер сейчас Уже будет С ножом Вот он зататемировал И сейчас будет Дубивать крипа Покупать себе сразу же даггер Идти регенить ману И идти драться И это правильно Встревали тебя от Фуриона Нет Никуда ты не уйдешь отсюда Мы видим что сравняли счет по фрагам Парни из Тим Тинкера по деньгам Они также выходят в ноль По опыту выходят чуть-чуть вперед То есть они стабилизировали ситуацию Возможно даже Немного ее обратили в свою пользу Связано это вот как раз С той самой серией от дачи В том числе и от Морфлинга Скаймак сейчас погибает в своем лесу Ну все расслабились Компас Видимо почувствовали силушку-то Свою богатырскую И подумали что Доигрывать эту катку не надо Вообще Я слышал что Обычная игра заканчивается Когда трон падает Ну либо когда ГГ напишет команда противника Нужно играть до последнего И нападение на Экскалибура Через Санстрайк Чуть-чуть не по таймингу Идбокер Въезжает В спруты к Экскалибуру И рассказывает ему что почем Хорошо Минус сделали Но нужно пойти наверное еще Т1 Вышечку на топе забрать Тогда все будет просто в шоколаде Не? Будет в шоколаде? И где Морфлинг? Вот он Морфлинг Морфлинг уходит Морфлинг боится Т1 Убойся Морфлинг Вот Вышечку сейчас заберут Денежек немного Ему в копилочку добавят И Так же Вот эти хенджетов заберут Да и будет Минкенсвер Наверное И Майлштрон сразу же У горца Рисуется И 11 уровень Вторая ультимативная способность Not bad Not bad 486 хп Кстати Последним санстрайком Прибить почти хватит Ороу Помигали Сразу же на то Где возможно находится вард И Правильно помигали Вард тут как раз и стоит Остает Осталось полторы минуты Ну и вот она линкенсфера Первый скажем Хороший артефакт Вообще если бы Морфа тогда не приняли Я думаю Она должна была появиться еще пару минут назад И это был бы супер хороший тайминг ПТ Аквила Линка И это все На 18 минуте Это неплохо Я бы даже сказал очень даже хорошо Ну и топовые Нетворсеры Это все таки Три героя команды Компас За исключением только Койквы Который фармит люто Сейчас на Оликонтропе по крайней мере Старается фармить Так и что Вторые некрачи к нему уже летят Или третий Третий уже некрачи прилетели к Койкве Вот это уже Более интересно Таких некрачей С такими некрачами сложно общаться Инвокер Уезжает Инвокер просто читает катку Да и Шекер тут что-то тоже Совсем уже ошалел У него только недавно даггер появился У него уже тысячи голды на руках И при том что ну Суппорт вроде бы Между прочим Морф Ну просто уйдет в репликейт И да Он оказывается на базе Вышку тут уже не допушить наверное Я думаю что сейчас Тим Тинкер не допустит Такого Своеволия И не дадут нормально Перемещаться Компасом по карте По одному Так что сейчас наверное Нужно кучковаться Да вот Рошан через 2 минуты Появится И на этого Рошана выдвигаться И идти драться Ну а в драке Кто тут будет сильнее Мне кажется кто первый нападет Тот и будет умничкой Если нападет Да 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 Попытка Поднапрячь Ликана Не увенчалась Успехом Так вот Кто первый нападет Тот и будет умничкой Потому что С одной стороны есть Шейкер Скайма Культа Фреона Там и инвокера Про каст Так что если где-то на Рошане Например Кучканутся Тим Тинкера То им быстро очень Снесут башни А Сами Тим Тинкер Так же могут это сделать Врывается Тайт Хантер Под Майер Азор Слишком много АОЕ дэмэджа Для вот Героев Типа Фреона Типа Скаймага Типа инвокера Ну вот Бейна например поймали Чего он тут делал Не ясно Морф например Находит сейчас под Му И убивает И сам Морф входит в репликейт А тут у нас остается Тайт Хантер Который как раз тоже воюет Против некрайными иконами Сваренных инвокером И вот она пошла Фисурка Тайт Хантер Отличный рэвидж Эхо слэм уже был от Шрейкера Полетел у нас тут Метеор Волки едят ЕСа Они просто его С потрохами сжирают Там даблкил Я слышу от морфа У нас залетает Где вообще сам этот морф Надо балков Подстреливать Ха-яй-яй-яй-яй-яй Скаймак Заработал 200 Галдишки Братюнь Заработал Ничего не сказал Может он закупился Да нет Вроде Инвокер Айсуол И пытается уйти отсюда Эликонтроп Фисура Эликонтроп Медошеньки Какая ошибочка Та вот Тим Тинкер Так фидануть Морфа А что с ним делать Дальше Вот так вот друзья Кто то там помню Писал Изи катка для Тим Тинкер И Я вот смотрю что Это может быть не Изи катка По крайней мере Она Ими Еще далеко не выиграна И им придется еще попотеть Чтобы выиграть Мы видим что происходит с графиком по деньгам Он начинает стремительно Расти В отношении команды Компас гейминг Да и опта Они просто Пачку отыграли Вот так вот друзья Еще и на топе Там кого то приняли На топе в очередной раз Приняли Бэйна Ну вот он Фидфест Видимо пошел От Пайката 1.6 Пайкат 0.3 Синг Синг Но вот Синг Синг в последнее время не умирал Он в начале Фидонул морфа Нехило так Они там Он нормально Подфидонил вообще всю эту Там Дабло триплу Улетает фурион Стрела в кулдауне Реведжа нету Так что фуры Че тут ничем не сделали Скаймак Вот бегает Он вроде бы без артефактов Бесполезная Хрень с перьями А тем не менее Постоянно доставляет Огромное количество Неприятностей Со своим сайленсом Со своим Ультом Где там шейкер Шейкер тут вообще уже царский Вы посмотрите У него арканы Фордстав почти готов И даггер И одиннадцатый уровень То есть это второй хаслэм Который через десять секунд Уже будет не в кд Шейкер Ты куда? Бро! Бро! Беги отсюда! Или нет? Это был байт Это был байт на шейкера Байкат себя с липом закрывает Санстрайк не точный Да уходите живо отсюда Ну глупцы! Бегите глупцы! Ару мимо морфа Ну морфу надо просто сваливать Своевом Шейкер! Эхаслэм! Но шейкер умирает Морф с фейва! Минус один Синг-синг убегает в панике На барабанах Нужно! Нужно! Дальше ему продолжать Убегает там бульба 115 хп Тут у нас уходит фурион Фурион Нет не хочет он лететь Никого убивать естественно Просто упрыгивает с даггера И делает тп аут И это при том Что отвратительная была позиция у компасов Они только что слились Только по одной простой причине Они проиграли позиционку И Тайдхантер ворвался во всю пачку С якорем С рейвэйджем В общем такие вот дела друзья Я думаю, если бы драка была чуть более-менее ровная То шансов бы компас вообще не оставили Отма просто уже бесполезная потихоньку становится Ее урон уже почти никому не страшен Стан, конечно, это очень классная вещь На, у Марфа уже почти готов Шотган, 250 золота до Эзериала Я там слышу А, санстрайк-то был по Рошану И Рошан ведь стоит уже Нужно идти драться на Рошана, потому что рейвейджа нету И не будет еще 70 секунд Вот Пайкат, например, по ворду пробежался Нет, на него решили забить Разор Аганим закупил А что у Разора, кроме Аганима? Мека еще есть Не слишком мощно, тем не менее пойдет И шейкер Сантрюк поткнул Ну вот инвокер спалился Инвокер спалился Ну что ж, да такой инвокер Взял, спалил всю движуху Хотя, мне кажется, сюда просто никто уже не успеет Потому что инвокер спалил весь этот движ не сразу Как только Тогда, когда уже Рошан в этой эпохе попрессовали И Аэгис достается компасом В частности, Марфу Бульба Убегать, убегать отсюда Так, ну и не будем забывать про то, что Фура есть у компаса То есть у них есть Морф, у них есть Фурион Два мощных сплитпушера У них есть инвокер А там кто? А там Ликантроп с Разором Ну Тайтхантер тоже, в принципе, неплох И пока БКБшек нету У компасов Поэтому Тайтхантер еще как-то котируется Просто Очень много дамаги Фура вроде И ТП-шится вовремя начал, как только увидел Тем не менее Дэвы же хватило Ты блокер Подошел Две тычки через бэкдор Дал, не, не то Позвал своих двух Фуркспиритов Говорит, видите ФАС Тайтх Сразу же вловит Сайленс Заходит за людьми Люди разбегаются До дайгера две Одна Шейкер Блинк Не успевает Синга накрывают И Синг Реведж в одного, кажется, Шейкера Да нет, по трейм попадает Нужно разбегаться Да, Фурион уже мертвый Морфа здесь уже нет Морф тут Уже педали надавил Шейкер Успевает сделать блинкаут Но его находят Да Ару Подсветила А Бейн Почему ничего не сделал Потому что Тормоз, наверное Ну вот Два Один Шейкер Сейчас будто вы тут Ловите Да Минус ЕС В это время на топе уже Фурич Готовится пушить Но прилетает сюда также Разор И демоджер он уже насосал То есть у него там 165 Че там Форстаф у ЕСа уже готов Отлично Морф Морф Че-то подкачал команду Как по мне Вот он хорошо фармил Он хорошо насобирал айтемов Он выглядит действительно мощно Но при этом он не дерется почти То есть он Такой себе Вот он подходит Перекачиваться ты будешь, братья Санстрайк неточный Просто у Лекана-то сейчас Шипшень закончится И Лекана нужно убивать Вот он Лекан Уходит Надо дождаться Когда он будет делать телепорт И сбить его Сейчас он забежит Куда-нибудь Вот забегает Начинает делать ТП Еще не начинает Эзерел Вейв Ну Ошибочка Ошибочка от Компас Не хватило им терпения Тайдхантера Ошибочка от Компаса Вейн Вейн там чуть-чуть Достается по лицу По левелу Начинает отставать Очень сильно Примерно как Факер играет Лекан забирает Нейчерс Профита Вновь Ну Лекан я уже заметил Он Раскусил эту страту Он просто запускает Волков в инвизе Не начинает грызть Профита Сбивает ему даггер И потом Лекан на шейп-шифте Выходит и съедает Что тут Морфила Но Морфила Продолжает набирать оборотов Не знаю То ли это Скади То ли это Манта Стайл Я бы наверное Собрал Чтоб собрал Да Манту Наверное Ну давайте посмотрим На Бэйна И Бэйн еще Между прочим Играет без Инфибла Ну вот Один из ярких примеров Какого черта Как говорится Вот неужели Сложно прокачать Спелл Ты и так умираешь Что так ты умираешь Что так ты умираешь С прокаста Вообще пофиг На то у тебя там 900 хп Или 1100 хп Но при этом У тебя есть спелл Который понижает Дэмэдж на 120 Ты кидаешь его На Фориона Например на какого-то На инвокера На какого-то То есть Не обязательно на Морфа Не обязательно на того типа У которого есть Линкенс Фьера Которая может Этот спелл Поглотить Да даже Линкенс Фьеру сбить И то бывает Порой полезно В общем Вот эти вот Пылы Точнее схемы Прокачек Без Какого-то Из спелов Они меня Очень часто Вымораживают Действительно Вымораживают То есть Так ты прокачал Себе там Плюс 19 здоровья Ладно Плюс 38 Получается С Плюсов А так Ты Сделал Что Тебя В принципе Чувак Каждую тычку Наносит Там меньше На Сколько там Урона На первом уровне На 30 Радиент Структура Сделал Так Появляется У нас Башер Ликантропа Это Приятный Знак Для Койку И его Команды То что Теперь Появляется Хоть Какой-то Контроль Есть Да Там Я смотрю Как раз Народ Сейчас Пытается Разбирать Тот Момент Когда Убивали Ликантропа Задумка Ну По крайней Мере Та Задумка Которую Я Хотел Донести Это То Что Дать Ликантропу Шанс Сделать Телепорт И После Чего Уже Его Начинать Убивать Сбить Ему ТП Чтоб Он Просто Был Вынужден Прожать БКБ И Убегать А так Он Просто БКБ ТП Аут И Все И Ты Ему Ничего Не Сделаешь Как Мы Видели Просто Когда Кинули Фиссуру Это Был Сразу Явный Знак Того Что Тут Что То Не Чисто Что Сейчас Начнут Убивать Случайно Вот Этой Ну Неужели Неужели Вот Такая Партия Фида Сейчас Отправилась В Порт Команды Тим Тинкер Да И мы Видим Что Преимущество Было Почти 10 тысяч По золоту И Сейчас Оно Я думаю Кардинально Должно Упасть Потому Что Морф Все Это Время Не Формит Да Вышку Деф Конечно Смысла Нет Никакого Под Хаулем Оборонять И Утакси Получается Находит У нас Здесь Разора Колдснэм Будет Ну Все Отъехал Вроде бы Дэмэджи Ну 56 урона Немало Но и Немного И Экскалибур Встреет Да Это Минус Экскалибур И Мид За Дефли Получается Что Получается То Что На топ Чис Прилетать Должен Гулфурион Нет Это У нас Койко Дело Сюда Телепорт Точно И Койко Сейчас Будет Собиселом Теперь Вопрос Также Про Ликантроп Становится Весьма Острым То есть Как От него Скрываться Морф Понятно У него там Эзерил У него Скади Сейчас Появится Это все Таки Не Манта Оставил Скади 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 Да Норм Почему бы Нет Шейкер Форстав Есть Даггер Есть Пойдет Тут Тоже Форстав Есть Даггер Есть Тут Форстав Тут Форстав То есть Получается Мобильные Такие У нас Товарищи И В случае Если Ликантроп На кого-то Одного Конкретного Набросится В тимфайте Я думаю Его вытолкать Там Затолкать Как-то Смогут И Мьолнир Теперь Тоже Появился Наконец У Фурыча Ну Начинается Та самая Скучная Дотка Друзья Когда Не происходит Ровным Счетом Ничего В перерывах Между Тимфайтами На Рошане Который Вот Сейчас Секунда На Секунду Должен Появиться Волк Стоит Караулит Шекер Приходит Видит Волка Вот так Вот тебе Блохастый И Рошанчика Нужно Дождаться Рошанчика В идеале Конечно Было Кого-то Поймать И Убить И потом Ити на Рошанчика Вот сейчас Рефрешер У Синга Сейчас Без БКБ Будет Очень Кисло БКБ Фуриону БКБ Морфу БКБ Инвокеру Просто Маст Хэв Сейчас Это Не шутки Сейчас Когда Будет Два Реведжа Если Будет БКБ Вопросы Будут Решаться Очень Быстро Так Надо бы Отойти Потому что Сейчас Будет Залетать Тайтуха Ликан Убивает Нейчерс Профита В очередной Раз Там Аро Попала В Морфа Тайтхантера Вытолкали В Сайленте Просто Вытолкали Но Все равно Не успевает Кажется Убить Сейчас Рошана Успевают Забирает Рошана Аеги Забирает Морфлинг Морфлинг Пока еще Жив И Начинается Что Махач У нас Фиссурой Закрытый В этом Маленьком Месте Сейчас Морф И Остатки Команды Тим Тинкер Рейзор Рейзор Жив А вот Морф Не будет Сейчас жив Да Посмотрите Как его Ликантроп Проедает Да ладно Морф Успевает Угив Репликейт Тут Подма Стрела Через 5 секунд Только появится Фиссурка Подме По голове И Шейкер Подсевил Своего Тиммейта Что там С Аегисом Аегис Не Сняли Тайдуха Продолжает Здесь Напрягать Реально Накаляет Очень сильно И Морф Тут лучше Не задерживаться А то мало ли Вдруг Сейчас еще Какой-нибудь Бейн выскочит Такс Ну вот Что тут Можно Сказать Можно сказать Только то Что Единственная Реальная Угроза Точнее Две Такие Самые Мощные Угрозы Это Рэвидж И Ликан Который Очень сильно Бьет с руки И Как-то Надо избавляться Либо от того Либо от другого Можно конечно От того и от другого Сразу Но на это Денег слишком Много надо Надо как-то Постепенно Эти вопросы Решать Против Рэвиджа Как я уже говорил БКБ Будет Наверное Самым уместным Вариантом И Будет Абсолютно Вообще Плевать На Тайда Его там Не контролить Не кайтить Ничего с ним Не надо делать Просто Кнопку нажал И Воюешь И вообще Плевать Хотели Все на Его Рэвиджи Тем более Что если БКБ Собрать Сейчас Оно будет Десятисекундное А драки На таком Этапе За 10 секунд Ну вы понимаете Да Вот Дэмэдж Пер Секунд Показатель Как таковой Там На 20 На 20 На 25 Минуте Которые Обычные Там БКБ Появляются И Вот Сейчас Когда Уже Это Там Сороковая Минута То есть За 10 Секунд Драки Если Ты будешь Типа Разбегаться Вот Владельцев БКБ Десятисекундных Или Будешь Пытаться Просто Их Там Особо Не фокусить Или Какие-то С пылы Не нажимать То Это Все Аукнется Очень Сильным Уроном По физиономии Да Ну и Противостояние Марфа Против Ликантропа Продолжается Как мы Наблюдаем С вами Тут еще Правда И фулич Если Фурион Перестанет Еще Периодически Подкармливать Фуриону Просто нужен Гем Как только Будут появляться Волки Он их Либо Будет Быстро Убивать Либо Просто Там С блинка Уходить В сторону Потому что Без гема Тяжело Тяжело Все постоянно Палят Что там еще Из гема Бэйна Тоже Может поймать Так И Морфлинг Зашел на хп Посмотрите Кстати Not bad Между прочим Аглифт Сейчас Закончится Вот Морф Морф Да еще 20 секунд Можно Вообще Абсолютно Смело Было Поднести Вышку Реально Не знаю Зачем он ушел Вот он Принимается Вновь Минус 183 Урона У морфа Вот Наконец-то Пошел Инфибл Услышал Мои молитвы Бэйн А у него А у него Просто Пойнты Закончились Ему Надо было Спелл в 1 Качать Точно То есть Мид Неплохо Подпушен И Ботом Уже нормально Снесли Половину Низу Половину Центра И Нет На топе Еще никто Никуда Не дошел Тут поймали Вновь Фуриона Фурион Завязывай Ну хватит Уже Уже Десятая смерть Фурича Причем Штук 5 Из них Было Вот Именно От Ликантропа От Еще Кого Нибудь То есть Туба Когда его Ловили Инвокер Три векса Форстав Поехали 425 Мовспида И тревелайдж Естественно Где тут Морф Морф Сейчас будет С бутерфляем А вот Это уже Очень неприятный Момент Ааа У Ликантропа Много денег У Ликантропа Много денег И Ликан Видит Во что Выходит Морф Поэтому Он особо Бабки Не тратит Главное Морфу Не угодить Под Тайда Для того Чтобы Не лишиться Львиной доли Своего Дэмэджа Потому что Если Тайд По нему Энкор Смешем Попадет Вот так Вот Вы видите Минус 168 Сразу Просто 170 урона Сворачивает Шейкер Напали На Ликана Я только Услышал После чего Все И закончилось На Ликана Будут заставлять Делать Байбэк А Байбэк В свою очередь Значит то что Манки Кингбара У него не будет В ближайшем будущем А это значит, что как он будет попадать по Марфу, уже будут проблемы непосредственно самого Ликантропа Да, они заходят на хайграунд, они будут заставлять делать байбэк Они сделают байбэк минус сторона Это уже минус сторона, все, Глифа нет Глифа нет, это минус сторона, Сингсинг сейчас должен прожимать второй реведж Хорошая фиссура тайминговая, заходит по Сингсингу, он не успевает нажать реведж на нем в Сайленс Морф, остесите вы живые бараки, все, наконец есть минус сторона Морфа будут убивать, но у него есть еще Аэгис, так что он должен уходить Через одну секунду у него будет вейв форм И он просто убегает на ноге, пока за ним тут погоня Его тут поймают, скорее всего, при этом он еще пытается кого-то даже забрать Но Марфа команда Компас Гейминг теряет, при этом забирая милишный барак То есть забрали более сильные бараки, все хорошо У Компас, да, отдали двух героев в размен на бараке, это норм Если бы так можно было делать постоянно, я думаю, многие коллективы просто бы продали своих тиммейтов Ради того, чтобы пару сторон иметь преимущество Так, что, теперь будут пытаться Марфа заставлять делать байбэк Но вот это, мне кажется, будет чуть посложнее, потому что все сплы здесь уже потратили То есть двух ревейджей нет Минвиза нет А, разор, разор с аганимом, да Поэтому Марфа, скорее всего Или, или, или Ну, шейкер так сейчас станет сбоку просто, да И, все, Марф байбэк не сделал Это тоже идет такой неплохой буст По денежкам, естественно Вот, вы видите, да, то, что две тысячи остается у Лекану У него было уже четыре, там, что-то такое И Хекс у Инвокера У кого-то сегодня будет Хекс Как мы говорим Скотт Хантом Да, но не будем забывать, что в миде вышка уже такая побитая Что на топе там Фурион пытался подпушить Но у него слабовато, как мы видим, это вышло Главный момент в том, что низ уже пушится Потому что вот этот рейнджовый барак, он реально Такое вообще западло устраивает Почему? Потому что ты, если не идешь дефить в сторону То барак в любом случае упадет со временем Нету трейн протектора Нечем лечить строение, следовательно И линия, если запушилась То ты ее реально должен идти дефить Тут есть тоже свои плюсы-минусы В снесенном именно милишном Но его там с горем пополам тогда добили Я уже боялся, что сейчас напорят с этим самым бараком И я начну опять тут Слюной просто брызгать Во все стороны Да, Рошан появляется Вот он стоит, Рошан И должны, наверное, его сейчас прочекать Да? Не хотят его чекать Вот Патма прочекала Рошана Также прочекали Шейкера Ага Тут что, гем у кого-то? Или не, короче, бежали? Нормально, морф поформил Да, вот все Увидели здесь Рошана Также увидели волка То есть знают, что Знают Они знают, что мы знаем, что они знают Как-то так Подходят очередные волки На разведке, конечно, очень неплохая 3200 у Тайда Рефрешер есть, даггер есть Вот что еще можно пожелать Тайду Я даже не догадываюсь Там Ликан, я слышал Ульт поражал А Ликан на топе Что? Ликан на топе Аааа Койква Койква Вот, я даже буду просто на него смотреть Я даже не хочу смотреть туда Потому что Обратите внимание сверху на Хелсбар И тут все понятно Койква На топе Без ТП В ульте Прибежал в драку В которой уже мертвый Тайтхантер В которой уже мертвый Бэйн И вот он идет Морф С сыром Аэгис забрали Аэгис там У кого он? А, Бэйн сцапал Аэгис Хорошо Но сыр все равно остается у Морфа Это кажется ГГшечка, друзья Реально попахивает Очень мощной ГГшечкой Тайтхантер Реведжи свои потратил А Боя 2 потратил Реведжей И Без Реведжей Он вообще Бесполезен Вот Койква Нападает Синк Ах, Синк Попадает по Морфу Морфа В результате дамаги Теперь в разы меньше Но он все равно Стоит на пофиге Режет Сыр у него еще есть Сыр должен прожимать Уже прожимай Сыр, почему ты его не нажал? Ааа Вот так вот Шейк Туц, туц, туруц Туц, туц, турудуруц Компасы ошибаются очень сильно Сейчас не было Реведжей Сейчас не было Ничего И При этом Вот так вот Залетели неудачно И И Все Баттерфляя нету У Морфлинга Вот в чем дело Был бы у Морфлинга Баттерфляй По нему бы Половина вообще Урона не дошла Так как тут Мы уже говорили Очень много Именно физухи А от физухи Баттерфляй Спасает Очень хорошо Дайерскурер Стоимостью в 3000 голды Что в нем там валялось В Дайерскурере В нем был Рефрешер Для Уразора Вот Три минуты без Рефрешера Да и мы видим Что сторону Уже здесь точно Потеряли В миде Вышка просела До лоу хп Ее уже там Денайт Скоро можно Аа Тут у нас Фурион опять Фидит Нет Фурион все таки Ушел И появляется Морф Который Вновь не делал Байбек Вот как раз Морфа по байбекам Не получается развести Давайте посмотрим На графике Уже 10 тысяч Отметка была Преодолена По голде Вы знаете Все равно Это не слишком много Как бы это Не звучало Но это реально Не слишком много Потому что Это все те же Там 10 процентов Перефарма По опыту Всего 2,5 тысячи Разницы Как-то так Угу Тум-тум-тум-тум Что там у нас Подходит по миду Сейчас Ребята из компас Да Подходит Подходит по центру Есть Вард Кстати в центре Вот Видят волка Очень важно Сейчас наблюдать Где находится волк Очень важно Наблюдать Где находится Разор Для того Чтобы его Просто Вот так Вот убить Да Рейвиш От Тайтхантера Был Один Второй Очень много Дэмэджа Сбивает он Ястреба Сбивают сейчас Скорее всего Инвокера Инвокер Ой да ладно Койку Что ж ты делаешь Ты тоже Инвокер Ушаться Нет Инвокер Погибает Также Сейчас Могут Нагнуть Здесь и морфлинга Морфлинг С вейформ Уходит Тут Фурич Уже Развлекается Хотя Как сказать Развлекается Тут Бэкдор Нет Нету Бэкдора Просто Сносится Тауэр Да Минус Тауэр Тут Тут Вот Все Хорошо Вот 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 Размен 2 в 3 Потеряли 2х Суппортов И мидера Там Потеряли Мидера И 1го Суппорта То есть Ключевые Персонажи Особо Там Не пострадали Да Мидеры Мидер Мидер Такое Проблема В том Что здесь Уже Начинают Потихоньку Крипы Развлекаться Проблема В том Что Барак Уже начинают Разминать Здесь Проблема В том Что на топ Уже Угроза Потихоньку Подбирается И Артес С дабл демеджем На койку Нападает И вот так Вот И вот так Вот И это Минус Ликантроп И 2 минуты Без него А байбек Есть Есть байбек Но заставить Байбек Сделать Соло Марфом Немного Проблематично Хотя мы Видим Там Фурион Сейчас на топе Тоже Начинает Наводить Шорох Не врубается Бэкдор Протекшн Как мы можем Видеть Найфурион Говорит Смотрите Какой я Жесткий Я бэкдор Выключил Ну все Вызывай деревья Иди ломай Вышку Вот Вызывай деревья Идет Ломает Вышку Вот 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 Это Крисятничество Реально Должно Работать Марфа Принимают Сыр Нажмешь Нажимает Сыр А теперь Уже В принципе Бестолку То что он Нажал Фиссура Фиссурочка Такая Царская От этого Шейкера Такой он Вообще Жесткий Этот ЕС И морф Уходит Вау Просто вау Сейчас реально Могли Марфа забрать А там Непонятно Хватило бы Ему на байбэк Давайте тут Посмотрим Тут нам Говорит Что да Но Скорее всего Да Ладно Я уже Хотел Чуть больше Драматизировать Тем не менее Фиссурка Была просто От бога Реально Забожил ЕС Ему просто Медаль Надо выдать У него 4000 голды У него Сейчас Хекс Появится Еще Один Хекс В команде Компас Гейминг Так Что тут у нас По строениям По строениям У нас тут 537 Тут у нас 790 ХП Отважные Пиньки Не добрались До цели Главное Постоянно Напрягать Так же Еще Нижний Лайн С него Можно Быстро Перемещаться На центр Как мы Вообще И наблюдаем Фура Подошел Пару Подачек Дал Все Пиньков Вызвал Пошли Дальше И Напрягать Мидл Постоянно Напрягать Мидл Тут Тоже Можно Сейчас Пилить Рейнджовый Барак Можно Разводить На глифы Так Где этот Морфлинг 2700 Давайте Так Что еще Морфу Сатаник Может быть Какой-то Собрать Возможно Напали На Тайда И Морф Уходит Репликейт Фурион По фарму Чемпион Выходит С некрачами Багдора Опять же Нет Такой Этот Фурич Поймали Поймали Демоны Да Натрави же Ты на вышку Кого ты там Сейчас уже Глиф Глиф прожали Лол А в меди Бараки Снесли Да Просто Разводят Как Детишек Как Детишек Отвлекли На Фуриона И Крипы Пока Тут все В ветрах Летали Били Только что Бараки Половину Милишного Даже снесли Там Ликантроп Забирает Ингокера Тут еще ЕС Сейчас скорее всего Не Подма его не убьет Шекер Сейчас еще И сам сможет Объяснить Но он решил Пожалеть Подму В этот раз Так вот Тут Почти снесли Тауэр В минде Нет одного Барака Второй Снесли До половины Но ладно Он-то отрегенится Он будет фуловый Совсем скоро Дороша на 15 секунд А вот это И просто Прикол в чем Если сейчас будет сделано Два байбека Тим Тинкер Не пойдут на Рошана Если они Пойдут на Рошана Они сразу Автоматически Проигрывают этот матч Потому что Они останутся Без базы Вообще Так что Выходь Таким образом Под глифом Через 10 секунд появляется Фреон Друзья, вы не забыли, что тут Шейкер есть? Да, вот, вроде бы не забыли Разор, пошёл Наваливать Пайп сейчас уже закончится, через пару секунд буквально Шейкер не хочет скитраться Вот он пошёл, байбэк Тут уже на Т4 Это плохой, плохой выбор Идти воевать на Т4 Очень плохой выбор Шейкер, Шейкер, иди Вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда Вот сюда, сбить телепорт, отлично Есть, минус Разор Пошли у нас реведжи Где этот морфинг, где вообще вся эта движуха Морфинг, вот он, на его тут съедают Кажется, морф, у него серьёзные проблемы Сейчас нужно убивать койку, койку, вот шутят И стрелок морфа Также залетает, у него есть, правда Байбэк, но перекачка его всё равно спасает Пошёл он также наваливает по Сингу Под скади Синга отсюда не уходит А здесь уже горит база Здесь уже нету Т4 Т4 одной, и вторая Т4 тоже Сейчас отъедет Ааа, какой валидол О мой бог Да, вторые бараки здесь отъехали А что тут по байбэкам-то? Давайте откроем Тайд без байбэка Ликан без байбэка Патма С байбэком Ну и плевать, в принципе Да, тут просто заход на базу Заход на базу от Компас Они идут заканчивать эту игру Патма сделала байбэк Ей передают привет Искренний, пламенный Разор начинает сосировать дэмэдж у Артеса Артес отходит 84 урона Не страшно Нужно дальше нести этого Экскалибура Просто валить его с руки Артес, бей, бей, просто бей Хорошо, Экскалибур рассыпается Кажется, это ГГ Кажется, Team Tinker не проходит финал Компас Гейминг Просто невероятную доту показали Да, good game, well played И Team Tinker покидают эти квалификации Так им и надо Серьезно Вот Они такую вначале ахинею вытворяли Они так вначале отвратительно действовали И Компас их за это наказали Компас Гейминг побеждают Вау, вау, вау Друзья, а у нас впереди финал Который начнется вот Прямо сейчас Через тоже 5-10 минут